Многие последуют Иисусу до преломления хлеба, но немногие даже до чаши страдания. Многие благоговеют к чудесам Его, но мало следует поношению креста Его. Многие любят Иисуса, доколе не встречают ничего противного. Многие восхваляют Его и благословляют, доколе получают от Него некоторые утешения. Но когда Иисус скрывается и оставляет их на время, они ропщут или падают в отчаяние. Но те, которые любят Иисуса для Иисуса, а не для собственного своего утешения, те благословляют Его в скорби и печали, так же, как и в великих утешениях. И когда бы Ему было угодно не посылать им никакой отрады, и тогда бы не переставали они хвалить Его и благодарить. О, столь могущественная любовь Иисуса, чистая и без примеси своей корысти или самолюбия! Не должно ли считать наемниками всех тех, которые всегда ищут только утешения? Не показывают ли они, что любят более самих себя, нежели Христа, когда мыслят только о своих выгодах и прибытках? Где найти человека, который бы желал служить Ему без возмездия? Трудно найти человека столько духовного, чтобы был от всего обнаженным. Кто найдет истинно нищего духом, отрешенного от всех тварей, далеко искать его, и от крайних стран света цена его. Когда бы человек отдал все свое имение, это еще не значило бы ничего. Когда бы он нес самое жестокое покаяние, и это было бы мало. Когда бы он обладал всеми знаниями, он был бы еще далеко. Когда бы он имел великую добродетель и самое пламенное благоговение, ему многого еще не доставало бы, то есть не доставало бы единого, необходимо нужного. И что это есть единое? Чтобы оставив все, он оставил самого себя. Вышел совершенно из самого себя. Не удерживал ничего из собственной его любви к себе. И чтобы сделать все должное, он думал, что еще и не сделал ничего. Чтобы не считал того великим, что великим по чести может. Но чтобы поистине признавал себя рабом бесполезным. Когда исполните все заповеди, говорите, рабы, мы ничего не стоящие. Говорит самая истина. Тогда-то он действительно будет нищий, обнаженный духом, и может сказать пророкам, я нищий, есть и убог. Между тем нет никого богатее, сильнее, свободнее, как тот, кто умеет отречься от себя из всего, и кто ставит себя ниже всех. Глава 12. О царственном пути святого креста. Многим кажется жестокое слово это. Отвергнись самого себя, возьми крест твой и последуй Иисусу. Но несравненно жесточее будет слышать это последнее слово. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. Те, которые ныне охотно внемлют и последуют слово крестному, не убоятся тогда, слыша вечное осуждение. Сие крестное знамя явится на небеси, когда Господь приедет судить. Тогда все служители креста, соображавшиеся в жизни распятому, приступят ко Христу судьи с великим упованием. Для чего же ты боишься, взяв крест, с коим доходит Царствие Небесное? В кресте спасение, в нем жизнь, в нем покров от врагов, в кресте излияния небесных сладостей, в кресте сила души, в кресте радость духа, в кресте верх добродетели, в кресте совершенства святости. Нет ни спасения, ни надежды жизни вечной без креста. Возьми же крест твой и последуй Иисусу, и ты придешь к жизни вечной. Он предшествовал тебе, нося крест. Он умер за тебя на кресте, дабы ты носил крест твой и желал умереть на кресте. Ибо если с ним умрешь, то с ним будешь и жить. И сообщник казни будешь сообщник и славы. Итак, все заключается в кресте, и все состоит в смерти. Нет другого пути к жизни, к истинному внутреннему покою, кроме пути Святого Креста и ежедневного умерщвления. Ступай куда хочешь, ищи чего угодно, не найдешь ни горе пути возвышеннее, ни долу пути безопаснее, как путь Святого Креста. Располагай и учреждай все по твоим желаниям и видам. Ничего не найдешь, кроме того, что тебе надо бы настрадать волею или неволею. И таким образом везде найдешь ты крест. Ибо будешь чувствовать или болезни в теле, или в душе смущение духа. Иногда Бог оставит тебя, иногда будешь оскорбляем ближним. И что всего боли, часто ты будешь тягость самому себе. И при всем том не будешь иметь ни средства к освобождению, ни отрады к облегчению. Тебе должно терпеть, да коли угодно будет Богу. Ибо Бог хочет научить тебя сносить при скорби и безутешно. Хочет, чтобы ты покорился Ему совершенно, и чтобы страдания сделали тебя смиреннее. Никто живее не чувствует страданий христовых, как тот, кому случилось терпеть что-либо подобное. Итак, крест везде поставлен и везде тебя ожидает. Ты не можешь избежать его, куда бы ты ни бежал. Ибо везде ты будешь собою и всегда найдешь самого себя. Обратись в высшее, обратись к низшим. Обратись во внешнее, обратись внутрь. Во всех этих положениях найдешь ты крест, и везде необходимо тебе терпение. Если хочешь наслаждаться внутренним миром и заслужить венец вечный. Если ты будешь носить крест охотно, то крест сам тебя носить будет и приведет к желаемой цели. К цели, где будет конец своим страданиям, хотя здесь конца этого не будет. Если ты будешь носить крест неволею, тогда он отяготится. Ты сам бремя твое сделаешь тяжким, и со всем тем тебе должно будет носить его. Если ты отвергнешь один крест, то без сомнения найдешь другой, может быть тягчайший. Думаешь ли ты, что ты один избегнешь, если чего никто из смертных избежать не мог? Кто из святых жил в мире без креста и огорчений? Господь наш Иисус Христос во все продолжение жизни своей не был ни одного часа без болезни и страдания. Подобает, говорит, пострадать Христу, воскреснуть из мертвых и так пойти в славу свою. И каким же образом ищешь ты другого пути, кроме этого прямого и царственного пути святого Христа? Да, вся жизнь Иисуса Христа была крест и мучения, а ты ищешь покоя и радости. Заблуждаешь. Заблуждаешь, если ищешь другого, кроме как терпеть напасти. Ибо сия смертная жизнь исполнена бедствием и со всех сторон ознаменована крестами. Чем более человек успевает в духовной жизни, тем тягостнее часто бывают кресты его. Ибо горесть его изгнания растет по мере его любви. Но быв талико приогорчаем, он не оставляется без отрады и утешения. Ибо чувствует, что плод его нарочито растет по мере поношения к кресту его. В самом деле, вся тяжесть его печали превращается в твердую надежду божественных утешений, когда он охотно крест подъемлет. И чем более плоть удручается скорбью, тем более дух укрепляется внутреннюю благодатью. И иногда столько укрепляется желанием страдать по любви, к сообразности с крестом Христом, что человек не хотел бы жить без болезни и огорчения. Ибо он удостоверен, что чем более может он претерпеть, тем он приятнее Богу. Сие не есть, впрочем, добродетель человеческая, но благодать Иисуса Христа, могущего и творящего в славой плоти, с целью великие дела, что по ревности духовный человек предприемлет и любит то, чего по естеству ужасается и бегает. Неестественно человеку носить крест, любить крест, укращать и приводить в рабство свое тело, убегать в честь и с охотой сносить обиды, презирать самого себя и желать быть презираемым, терпеть все роды бедствия и урона и не желать никакого счастья всем мире. Сам по себе это ничего подобного всему произвестней силах. Но когда возложишь упалание твое на Господа, тогда сила приедет к тебе свыше, и плоть, и мир покорятся твоей власти. Ты не убоишься даже самого дьявола, твоего неприятеля, если будешь вооружен верою и запечатлен знамением креста Христова. И так готовься, как добрый и верный служитель Христов, с мужеством нести крест твоего Господа, полюбить тебе за тебя распятого. Готовься терпеть всей бедственной жизни множество зол и разнообразных неприятностей, ибо так будет с тобою, в каком бы ты месте ни был, и так точно ты найдешь, где бы ты ни скрывался. Так должно с Ему быть, и нет другого средства против зол и болезней, как только сносить самого себя. Прими с любою чашу Господню, если быть Его другом и иметь с Ним счастье желаешь. Оставь Богу располагать утешениями, как Ему будет благоугодно. А ты будь готов сносить напасти, признавая их великими утешениями, ибо страдания века этого хотя бы все они тебя одного постигли, несоразмерный суть к заслуге будущей славы. Когда же ты придешь в то состояние, что будешь находить сладость в самых огорчениях и вкушать их с приятностью по любви ко Христу, тогда считай себя счастливым, ибо ты нашел рай на земле. Да коли страдания тебе тягост, не ищешь их избегнуть, да то ли ты будешь несчастен, и страх напасти будет тебя преследовать повсюду. Но когда ты расположишься, как должно страдать и умереть, тогда ты почувствуешь себя лучше и обрящешь мир. Если бы ты был восхищен, как святой Павел, и до третьего не беси, и тогда бы ты не был совершенно безопасен от всяких бед, я, говорит Господь, скажу ему, сколько ему подобает о имени моем пострадать. Итак, часть твоя есть страдать, если ты решился любить Иисуса и служить Ему усердно. Дай Бог, чтобы ты был достоин претерпеть что-либо за имя Иисуса. Какая для тебя слава, какая радость для всех святых Божиих, какой поучительный пример для близнего. Все хвалят терпение, но мало хотящих терпеть. Тебе можно с удовольствием несколько потерпеть за Христа, когда другие столь много терпят по любви к миру. Знай из достоверности, что жизнь твоя должна быть беспрерывная смерть, и чем более человек самому себе умирает, тем более начинает он жить Богу. Никто не может быть способен к понятию вещей небесных, если не решился он сносить все в противности Христа ради. Нет ничего приятнее Богу, ничего спасительнее всем мире, как терпеть от доброго сердца за Христа. Если бы тебе надлежало избирать, ты должен был бы лучше избрать страдания за Христа, нежели множество утешений, ибо страданиям ты будешь подобнее Христу и сообразию всем святым. Наша заслуга и преуспеяние в состоянии нашем не состоит во множестве радостей и утешений, но в том, чтобы с твердостью сносить много печали и горести. Без сомнения, если бы было другое лучшее и надежнейшее средство для спасения, нежели страдания, Христос открыл бы нам его своим словом и примером. Но он и учеников своих, и всех желающих ему последовать, явно учит нести крест, говоря к ним, «Если кто хочет идти за мной, да отвергнется себя и возьмет крест свой, и по мне грядет». Итак, прочитав все, исследовав все, остается заключить, что многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. «О подражании Христу». Книга третья. «О внутреннем утешении». Глава первая. «О внутренней беседе Христовой с верующей душою». «Услышу, что речет во мне Господь Бог. Блаженна душа, слышащая Господа в ней глаголящего и приемлющая из уст Его Слово утешение. Блаженны уши, вмещающие струи божественных внушений и не внемлющие шептанием этого мира. Блаженны уши, слышащие не голос, раздающийся извне, но и истину, получающую внутрь. Блаженны очи, сниженные ко всему внешнему и отверстия ко внутреннему. Блаженны, вникающие во внутреннее и вседневным упражнением навыкающие разуметь таинства небесные. Блаженны, спешащие упражняться в Боге и все препятствия мира расторгающие. Внимли этому, о душа моя, и затвори все исходы чувственности Твоей, да услыши, что говорит в себе Господь Бог Твой. Это говорит Твой возлюбленный. Спасение Твое Я, Я Твой мир и жизнь Твоя, храни себя во мне и найдешь покой. Оставь все приходящее, ищи вечного. Что суть все вещи временные, как непривщение? И что тебе принесут твари, если оставить тебя Творец? Отверши же всего, будь верно и благоугодно Творцу Твоему, да достигнешь истинного блаженства. Глава вторая. О том, что истина без шума слова внутренне глаголит. Говори, Господи, ибо слушай, раб Твой. Раб Твой Я, вразуми меня, да узнаю все сведения Твоя. Преклони сердце мое во словеса уст Твоих, да снегут, как роса, глаголы Твои. Сыны Израилю говорили некогда Моисею, говори ты с нами, и да не говорит к нам Бог, чтобы мы не умерли. Не так, Господи, не так я молю. Но более с пророком Самуилом выпью к тебе умиленно и ревностно, говори, Господи, послушает раб Твой. Да не говорит мне ни Моисея, ни кто-либо ни из пророков, но более ты сам, Господи, Боже мой, Боже, коло вдохновением и светом все пророки были, Вадимы, ты сам говори, ибо ты един без них совершенно наставить меня можешь, а они без тебя ничего не могут. Они могут сообщать слова, но не могут даровать Духа. Они изящно говорят, но если ты молчишь, они не воспламеняют сердце. Они предлагают букву, а ты открываешь ее смысл. Они излагают таинство, но ты даешь разуметь их знаменование. Они объявляют свои веления, но ты даешь силу их исполнять. Они показывают путь, но ты укрепляешь их и по нем. Они действуют извне, но ты наставляешь и просвещаешь сердца. Они орожают, но ты плодотворишь. Они вопьют словами, но ты слуху даешь разумение. Да не говорит же мне Моисей, но ты сам, Господи Божий мой, привечная истина мне говорит. Да не умру, не сотворив никакого плода, когда буду наставляем извне, но не проникнут внутрь. Да не будет мне слово слышанное, но не исполненное, познанное, но невозлюбленное, веренное, но несохраненное. Говори же, Господи, послушает раб Твой, ибо у Тебя глаголы жизни вечной. Говори ко мне во утешение души моей, во исправление всей моей жизни, а Тебе в хвалу, в славу и в честь непрерывную. Глава третья. О том, что должно внимать глаголом Божиим со смирением, и что многие не чувствуют их важности. Внимай, Сын мой, глаголом моим, глаголом сладостнейшим и превышающим все знания философов и мудрых всего мира. Глаголы моя, Дух, Суть и Жизнь. Они не должны быть судимы по человеческому разуму. В них не должно искать тщетного усложнения, но должно внимать им в умолчании и принимать их со всем смирением и любовью. И сказал, блажен человек, которого наказываешь ты, Господи, и от закона Твоего научаешь его, да усладятся заедни его, и да не будет он оставлен без утешения на земле. Я, говорит Господь, научал пророков искренне, и даже до дня сего не напрасно глагол ко мне. Но многие, как глазу моему, глухи и ожесточены. Многие охотнее слушают мир, нежели Бога. Удобнее следует похотям плоти их, нежели благоизволению Божию. Мир обещает благо временное и маловажное, и ему служат с великой ревностью. Я обещаю благо вечное и верховное и коснеет сердца смертных. Кто мне служит, кто повинуется во всем с таким усердием, как служат миру и властям его? Усралися, Сидон, говорит море. И если о причине вопросишь, внемли. По что? Для маловажного приобретения предприемли дальний путь. А чтоб приобрести жизнь вечную, многие едва решатся сделать один шаг. Бегают за малозначащим возмездием. За копейка часто без стыда судятся, не щадя трудов, гоняются за малостью и день и ночь преследуют малейшую надежду. Но, о, срам! Для приобретения блага неприменяемого, награды бесценны, чести верховной и славы бесконечны. Люди не хотят принять на себя и малейшего труда. У стыдей жара пленивые и роптать привыкшие. Устыдись, видя, что они готовы их погибели, нежели ты к жизни. Они более восхищаются туетой, нежели ты истинною. Между тем, они бывают иногда обмануты в их надежде. А мои обеты непреложны, и упование на меня никогда не было тщетно. Я дам, что обещал, исполни, что сказал, если только кто пребудет верен в любви моей до конца. Я, мздо, воздоятель всех людей добродетельных и сильный испытатель всех благоговейных. Напиши глаголы мои в сердце твоем и размышляя о них с отчаянием, они будут тебе весьма необходимы во время искушения. То, чего ты не постигнешь при чтении, постигнешь в день моего посещения. Я имею обычный посещать и избранных моих двояко искушением и утешением. И каждый день даю им два урока, в одном облегчая их пороки, в другом научая их преуспевать в добродетели. Кто имеет словеса мои и пренебрегает их, тот имеет судящего ему в последний день. Молитва ко испрошению дара благоговения. Господи Боже мой, в Тебе все мое благо, и кто я, чтоб дерзнуть беседовать с Тобою? Я, беднейший из рабов Твоих, червь презренной, беднейшие и презреннейший, нежели, как я знаю и сказать могу. Но воспомяни, Господи, что я ничто, ничего не имею и ничего не могу. Ты един благ, праведен и свят. Ты можешь все, ты даешь все, ты наполняешь все, а одного грешника оставляешь пустым. Помяни щедроты Твои, Господи, исполни сердце мое Твоей благодатью, потому что не хочешь, чтобы в творениях Твоих будет что-либо пусто. Как могу я сносить себя всей бедственной жизнью, если не укрепить меня лилосердие и благодать Твоя? Не отврати от меня лица Твоего, не отлагай посещение Твоего, не отними утешение Твоих, да не будет душа моя перед Тобой, как земля безводная. Господи, научи мне творить волю Твою, научи меня жить достойно и смиренно пред Тобою, ты моя мудрость, ты знаешь меня воистине, и познал прежде, нежели мир был сотворен, и прежде, нежели я родился. Глава четвертая о том, что должно ходить перед Богом в истине и смирении. Сын мой, ходи предо мною в истине, и ищи меня всегда в простоте Твоего сердца. Кто ходит передо мной в истине, тот будет огражден от нападения неприятеля, и истина освободит его от обольщения клеветы людей злобных. Когда истина освободит Тебя, тогда Ты действительно будешь свободен, и не будешь заботиться о тщетных суждениях человеческих. Так, воистину, Господи, да будь со мной по глаголу Твоему, да наставит меня истина Твоя, да хранит и приведет меня к спасительному концу, да освободит меня от всякой злой наклонности, от всякой неправильной привязанности, и так, буду ходить с Тобой в великой сердечной свободе. Я покажу Тебе, говорит истина, что правильно и благоугодно предо мною, размышляя о грехах Твоих с великой скорбью и отвращением, и никогда не став Тебе заслугу добрых дел Твоих. ты ничто другое как грешник, как раб множества страстей. Сам по себе ты всегда клонишься к ничтожеству, ты часто падаешь, легко бываешь побежден, смущен, расслаблен. Нет ничего в тебе, чем мог бы ты похвалиться, все ведет тебя к смирению, ибо ты и сам понять не можешь, сколько ты слаб. и так не считай важными лучшие дела твои, не считай ничего великим, ничего многоценным и удивительным, ничего достойным почитания, ничего возвышенным, ничего истинного похвальным и желательным, как только то, что есть вечно. Да вечная истина будет тебе всего приятнее, а крайнее твое недостоинство всего отвратительнее. Не страшись, не осуждай, не убегай ничего так, как твоих пороков и грехов. Они должны быть для тебя прискорбнее, нежели все потери всего мира. Есть люди, которые не ходят передо мною в чистосердечие. Войдем и пытливости и надменем, они хотят познать тайны мои и уразуметь высоты Божии, между тем, как не родят о себе и о своем спасении. Таковы часто падают великие искушения и грехи, ибо гордым и пытливым я против его противлюсь. Страшись судов Божиих, ужасайся гнева всемогущего и, впрочем, берегись испытывать деяния Всевышнего. ищи познать твое омерзение, твои преступления, неродивость твою к добродетели. Есть люди, которых все благоговение состоит в книгах, другие полагают его в изображениях, или во внешних знаках и представлениях. Некоторые исповедуют меня устами, но мало держатся сердцем. Но есть другие, которые были освящены в разуме и очищены в склонностях, беспрестанно воздыхают о благах небесных, с горести взирают на вещи земные и с прискорбием покоряются нуждам природы. Сиита чувствует, что Духи истинные внутренне им глаголят, ибо он научает их презирать земное и любить небесное, отвергать мир и желать день и ночь неба. Глава пятая о чудесном действии любви Божией. Будет благословен Отец Небесный, Отец Господа моего Иисуса Христа, что удостоил Ты вспомнить меня убогого. О, Отче щедрот и Боже всякого утешения, благодарю Тебя за утешение, которое Ты иногда мне не спосылаешь, мне, недостойному никакого утешения. Всегда благословляю и славлю Тебя с единородным Твоим Сыном и утешителем Духом Святым во веки веков. О, Господи Боже, удостающий меня святой любви Твоей, вся внутренность моя от радости вострепещет, когда приидешь в мое сердце. Ты слава моя и веселье сердца моего, Ты мое упование и прибежище в день скорби. Но поскольку я слаб еще в любви и несовершенен в добродетели, то мне необходимо Твое укрепление и утешение. Посещай за меня чаще и преподавай мне святые Твои наставления. Освободи меня от злых моих страстей исцели сердце мое от всех его нестройных склонностей, дабы исцелен и очищен внутрь, обращу способность любить Тебя сил, силу терпеть и твердость продолжать. Любовь есть великое, дело великое поистине благо. Она одна облегчает все тяжести и с равнодушием переносит все неравности. Она несет бремя свое, не чувствуя его тяжести. И сам ее горесть превращает в сладость и удовольствие. Великодушная любовь к Иисусу направляет к великим деяниям, возбуждает непрестанно искать совершеннейшего. Любовь хочет всегда царить в высоте и ничем не удерживаться долу. Любовь хочет быть свободна и чужда всякой привязанности к миру. Она хочет, чтобы ничто не застеняло внутреннего ее прозрения. Никакое временное благо не связывало, никакая потеря не смущало. Ни на бесах, ни на земле нет ничего сладостей и любви. Нет ничего ее сильнее, ничего возвышеннее, ничего обширнее, ничего приятнее, ничего лучше и совершеннее, ибо любовь рождена от Бога и не может обрести покоя, как только в Боге, превыше всего созданного. Кто любит, тот летит, стремится и радуется, кто свободен и ничто его не держит. Он отдает все за все и обладает всем во всех, ибо покоя ты превыше всего в едином, из коего все благое истекает и происходит. Любовь не взирает на дары, но возводит взоры свои выше всех благ к даятелю. Часто любовь не знает меры и пламенеет выше всякой меры. Она не чувствует бремени, не исчисляет трудов, более предприемлем нежели может, не извиняется невозможность, ибо все считает себе возможным и дозволенным. Таким образом, любовь на все сильна и многое исполняет и к действию приводит там, где без любви нет силы действия. Любовь бодрствует и в самом сне не дремлет. Она не изнемогает и в усталости, быв связанно чувствует себя свободною, среди страха не смущается, но как сильный огонь, как пылающий пламенник, она стремится вверх и все проникает свободно. Кто любит, тот разумеет, что вопьет сей глаз. Великий вопль в ушах Божьих есть самое пылающее желание души, вопиющей к нему Боже мой, любовь моя, ты весь мой и я весь твой. Расширь меня в любви, да навыкнув кушать устами сердца, коль сладко есть любить, растаивать и плавать в любви. Да буду одержим любовью, да вознесусь превыше самого себя в безмерном ее распалении и иступлении. Да воспоют песни любви, да последую тебе возлюбленному моему, даже в горне, да в торжестве радости и любви души моей, поет хвалы тебе даже до изнеможения. Да возлюблю тебя паче самого себя и себя единственное для тебя и в тебе всех тех, кои тебя истинно любят по закону любви от тебя просеивающему. Любовь стремительна, искренна, благоговейна, угодлива и приятна, сильна, терпелива, верна, благоразумна, великодушна, мужественна и никогда не ищет самой себя. Как скоро кто-либо ищет себя, то перестает уже любить. Любовь осмотрительна, смиренна и прямодушна. Она не изнежена, не легкомыслена, не гоняется за суетую, трезвенна, целомудрена, непоколебима, покойна, всегда бдит над своими чувствами. Любовь почтительна и послушлива к высшим, презрительна к себе самой, исполнена благоговения и признательности к Богу, всегда в совершенном уповании и надежде на Него, даже и тогда, как не чувствует от Него никакого наслаждения, ибо в любви не без скорби. Кто не решился все сносить и предаваться совершенно хотениям своего возлюбленного, тот не достоин имени его любителя. Кто любит, тот для возлюбленного должен терпеть все жестокости и все огорчения и ничем противным от Него не отвращаться. Глава 6. О испытаниях истинной любви. Сын мой, любовь твоя не имеет еще довольно силы и благоразумия. Почему, Господи? Потому что при малейшем препятствии ты оставляешь твои начинания и слишком жадно ищешь утешений. Кто любит мужественно, тот пребывает твердый среди искушений и не прилагает веры к коварным внушениям неприятеля. Доволен мною в счастье, он пребывает таковым и в несчастье. Кто любит твердости, тот менее взирает на дары любимого, как на самую любовь его, более уважает любовь, нежели плоды ее, и ставит своего возлюбленного выше всех даров его. Кто любит меня с великодушием, тот не останавливается на дарах, но на мне превыше всех даров. Не все еще потеряно, если иногда ты не имеешь ко мне или ко святым моим того чувства, коего желаешь. В тебе благое и сладкое чувство, которое иногда ты ощущаешь, есть действие присуще моей благодати и некоторое предвкушение небесной отчизны. Всему чувству не должно слишком прилепляться, оно приходит и уходит. Но сражаясь с восстающими страстями и привирать наваждение дьявола, есть знамение добродетели и великого достоинства. Итак, не смущайся чуждыми призраками, откуда бы они ни происходили. Стой твердо в твоем намерении и в прямом направлении твоем к Богу. Не есть обобщение, если ты иногда внезап восхищен будешь в восторге и вскоре потом не спадешь в обыкновенные нелепости твоего сердца. Ибо сие нелепости ты более терпишь по неволе, нежели сам в них действуешь. И если они тебе прискорбны и ты им противишься, то они для тебя суть заслуга, а не потеря. Знай, что древний враг употребляет все свои усилия, чтобы искоренить благоговейных упражнений, то есть отлучить тебя от служения святым, удалить от благоговейного размышления о моих страданиях, от воспоминания твоих грехов, от стражи твоего сердца и от твердого твоего намерения преуспевать в добродетели. Он старается сперить тебе множество злых помыслов, дабы навесть на тебя уныние и ужас, отвратить от молитвы и священного чтения. Противно ему смиренное признание грехов твоих, он желал бы, если бы то было возможно, заставить тебя отречься от самого приобщения святых тайн. Не верь ему и не заботься о нем, хотя и часто будет он расставлять тебе сети. Ему самому вменяй злые и нечистые помыслы. Скажи ему, иди, дух нечистый, усрамись презренный, ты весьма мерзостен, ты, который можешь мне внушать таковые мысли. Отступи от меня, ненавистный оборститель, ты не будешь иметь никакой во мне части. Иисус будет всегда со мною как сильный воитель, а ты останешься посрамленным. Лучше хочу умереть и свести все мучения, нежели согласиться с тобою. Примолчи, а не имей, я не буду тебе внимать, какие бы ты не готовил мне при скорби. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, Господь помощник и избавитель мой. Подвязайся как добрый воин, если тебе случится иногда пасть по бренности, восстань с большим еще мужеством уповая на преизбыток моей благодати, остерегайся тщательно от суетного самоугождения и гордости. Они многих ввели в заблуждение и ввергли в ослепление почти неизлечимое. До падения сей горделюса безумно на себя уповавших послужит тебе к осторожности и всегдашнему смирению. Глава 7 О том, что должно скрывать благодать под стражей смирения. Сын мой, ничто не может тебе быть полезнее и безопаснее, как скрывать дар благоговения, не превозноситься и мало о нем говорить и немного его испытывать, но вместо того презирать самого себя и считать себя его недостойным. Не должно слишком прилипляться к всему расположению души, ибо оно может весьма скоро переменить и обратиться в противное. Во время посещения благодати размышляй, сколь ты бываешь беден и презрителен, когда она тебя оставляет. Преуспеяние в духовной жизни не в том только состоит, чтобы наслаждаться благодатью и утешением, но в том, чтобы со смирением, с самоотвержением, с терпением сносить ее отсутствие и не ослабевать ни в молитве, ни в других обыкновенных упражнениях. Напротив, по силе и крайнему разумению стараться охотно делать все возможное и не попускать в себе внебрежения ни тогда, когда чувствуешь себя уверенным, ни тогда, как мысль твоя объята недоумением. Многие падают в нетерпеливость или отчаяние, как скоро не чувствуют в себе внутреннего утешительного влечения. Путь человека не всегда в его власти, но Богу единому принадлежит раздавать дары благодати и утешения, когда, сколько и кому он хочет по единому его изволению. Есть безрассудные, которые погубили себя самым даром благоговения, потому что хотели более сделать, нежели могли, и, не улаживши своей слабости, следовали более движениям своего сердца, нежели суду их разума. и поскольку они возомнили о себе более, нежели что было угодно Богу, то и утратили скоро дар благодати. Те, которые хотели возгнездиться в небесах, пали в нищету и оставлены в унижении, дабы таким образом обнищав и смирясь, научились они впредь не летать на собственных их крыльях, но под моими надеяться. Люди, новые и неопытные в путях Господних, легко могут заблудиться и погибнуть, если не будут они внимать советом сведущих наставников. Они будут иметь бедственный конец, если последует более собственным их мыслям, нежели советом опытных, если не захотят отстать от своих мнений. Мудрые собственных их очах редко дозволяют смирением управлять собой и другим. Лучше мало иметь знания и разумения с смирением, нежели обладать сокровищами знаний с суетным самоугождением. Полезнее для тебя иметь мало, нежели много и тем возгордиться. Неблагоразумно во время посещения благодати предаваться совершенно радости и забывать нищету свою прежнюю и целомудренный страх Господень, располагающий нас бояться, чтобы не утратить благодать полученную. Напротив того, так же неблагоразумно и не согласно с истинным мужеством во время несчастья и печали слишком уновать и предаваться мыслям и чувствам, недостойным твердого на меня упования. Кто во время мира жил слишком беспечно, тот во время войны легко быть может слишком боязлив и слаб. и если б ты умел быть всегда смиренным и умеренным и управлять духом твоим с благоразумием, ты не впадал бы столь удобно в опасность и преткновение. Добрый совет есть во время, когда ты исполнен духом благоговейного усердия, размышлять, что будет с тобою, когда свет сей от тебя отступит, когда же сей случается по мысли, что снова может возвратиться сей свет, который на время я уклонил тебе в осторожность, а мне в славу. Таковое испытание часто для тебя полезнее, нежели непрерывный успех в твоем хотении. Ибо о заслугах не должно судить по тому, как кто имеет много видений и утешений, искусен в священном писании или стоит на высшей степени, но по тому, как кто утвержден в истинном смирении и исполнен божественной любви, кто ищет всегда единственные совершенно славы Божии, изменяет себя ни во что, презирает себя искренне и любит лучше быть презираемым и унижаемым от других, нежели быть почитаемым. Глава восьмая о унижении себя в очах Божиих. Возглаголи ко Господу Богу я земля и пепел как скоро возомню я себе что-либо боли все ты восстаешь против меня беззаконие моя на меня свидетельствует и я не могу против отвечать. Но когда я смиряюсь, когда войду в ничтожество мое в персть из которой я состою и когда совлекусь всякого уважения к самому себе, тогда благодать твоя преклонится ко мне, свет твой приближится к моему сердцу и малейшие останки самолюбия поглощены будут в бездне моего ничтожества и погибнут навеки. Там показываешь ты меня мне самому, что я есть, что был и до чего дошел, я есть им ничто и всего самого я не знал. Быв оставлен самому себе, я ничто и сущая немощь. Но как скоро ты обратишь на меня взор твой, я мгновенно чувствую себя крепким и исполняюсь новой радости. И весьма чудно, как подъемлешь ты меня внезапно и столькой благости приемлешь в свои объятия меня, собственной тяжести моей, непрерывно стремящегося вниз. Единая любовь твоя без всякой моей заслуги предваряет меня, помогает мне во множестве нужд моих, предохраняет меня от тяжкой опасности и исторгает поистине, скажу, от несчастливых зол. Любя себя превратной любовью, я погубил себя, а любя ища тебя единого любовью чистой, я нашел вместе и тебя, и себя, и сей любовью еще более погрузился в мое ничтожество. Ты, ослочайший, ты поступаешь со мной выше всякой заслуги и выше того, что дерзнул бы я просить или надеяться. Боже благословен Боже мой, хотя не достоин я никакого блага, но ты по бесконечной твоей благости и щедроте не перестаешь благотворить даже неблагодарным и от тебя удалявшимся. Обратись сердца наши к тебе, да будем признательны, смиренны и благоговейны, ибо ты наше спасение, наша крепость и сила. Глава 9 о том, что все должно относить к Богу, я ко последнему концу. Сын мой, я должен быть конец твой верховный и последний, если желаешь быть истинно блаженным. Сим предположением очистятся твои привязанности, часто и превратно сагбенные к самому себе и к тварям. Как скоро начнешь ты в чем-либо искать самого себя, ты падешь в изнеможение и сухость. Относи же все ко мне, как к главной вине, ибо я все дал. Все частные блага признавай излиянием блага верховного, и потому приписывай их мне, как единому их началу. От меня, как от живого источника, и малые, великие, богатые, убоги получают воду живую, и кто служит мне охотно и усердно, приемнет благодать за благодать. Но кто не во мне полагает свою славу или услаждается каким-либо частным благом, тот никогда не будет иметь истинной и твердой радости. Никогда сердце его не расширится, но многократно будет стесняемо и припинаемо. Ничего доброго ты не должен себе присвоять и никому из людей никакой силы приписывать. Но все должно относить к Богу, без кого его человек не имеет ничего. Я даровал все. Я хочу иметь тебя всего и строго требую благодарений. Все есть истина, изгоняющая всякую тщетную славу. И когда привнидишь небесную благодать, привнидит истинная любовь, тогда не будет зависти. Не будет стеснения сердца, и частная любовь не займет его. Ибо божественная любовь превозмогает все и расширяет все силы душевные. Если ты благоразумен, ты во мне едином должен полагать радость, на меня единого надеяться, ибо никто благ, как только один Бог. Тому единому слава и благословение во всем и превыше всего. Глава 10. О том, что сладостно служить Богу, презрев мир. Еще возглаголю Господи, я не примолчу, возглаголю в уши Бога моего Господа, старя моего вышних. О, коль многое множество благости Твоей Господи Боже скрыл Ты для боящихся Тебя, на что же любящим Тебя, что тем, которые служат Тебе всем сердцем. Не из глагола мы поистине суть сладости созерцания, изливаемой любящим Тебя. Ты показал мне сладость любви Твоей в тонной и паче, что изничтожества создал меня, и тогда, как я блуждал далеко от Тебя, Ты обратил меня к Тебе, на службу Твою, и повелел любить Тебя. О, источник вечной любви, что скажу о Тебе? Как могу забыть Тебя, Тебя, который достал вспомнить обо мне тогда, как я уже иссох и погиб. Ты помимо ураба Твоего превыше всех надежд, и велим и благодать Твою, и дружество превыше всех его заслуг. Что я воздам Тебе за эти милости? Не всем дано оставить все отречься от мира и посвятить себя жизни иноческой. Велико не служение мое перед Тобой, коему все твари обязаны служить. Не служение мое важно, но то важно и удивительно, что Ты благоволюл принять и сопричислить служителем Тебе возлюбленным, меня, раба бедного и недостойного. Все, что я имею, все, что могу употребить на служение Твое, все Твое. И напротив, Ты более мне служишь, нежели я Тебе. Все небо и земля созданы Тобой на службу человеку, всегда готовы и всегда исполняют, что Ты им повелел. И всего мало, Ты определил самих ангелов в служении человеку, но что превыше всего, Ты сам благоволил снизойти на служение Ему и обещал себя самого даровать Ему. Что Вас дам за бесконечные эти милости? О, если бы я мог служить Тебе непрерывно во все дни моей жизни! О, если бы я мог по крайней мере один день служить Тебе достойно! поистине поистине Ты един достоин всякого служения, всех почестей и хвалы вечной! Поистине Ты ищи мой Господь, а я Твой бедный раб, долженствующий служить Тебе всей душою и никогда не приставать хвалить Тебя! Всего я желаю, всего ищу! Удостой воспал ничего мне не достает к всему! Служить Тебе и презирать все для Тебя есть великая честь и слава! Великую благодать обрящут те, кои охотно обрекли себя святейшему Твоему служению! Сладостные утешения Святого Духа излиются на тех, кои отреклись от наслаждений плоти по любви к Тебе! Великую свободу мысли получат те, кои ради Твоего имени вступают в узкий путь и презрели все попечения этого мира! О, сладостное и приятное рабство Богу! Она освящает и дает истинную победу человеку! О, священное состояние иноческого служения! Она равняет человека с ангелами, делает его приятным Богу, страшным демоном и примером подражания для всех верных! О, рабство всегда возделенное и достойное избрание! Им приобретается верховное благо и радость, ей же не будет конца! Глава одиннадцатая о том, что должно испытывать и умерять движение сердца! Сын мой, тебе должно еще научиться многим вещам, коим ты еще не твердо научился! В чем состоят они, Господи? Ты должен покорять все твои желания моей воле, не любить самого себя и ничего не желать, кроме исполнения моих велений. Часто воспоминают тебя разные желания и увлекают стремительно, но размысли, к славе ли моей или более к твоей собственной пользе ты увлекаешься. Если ты действуешь для славы моей, ты всегда будешь доволен, как бы я ни учредил, но если вмешается тут самолюбие, ты почувствуешь себя в беспокойстве и смущении, остерегайся же слишком опираться на желания воспринятым без моего совета, дабы после не раскаяться и дабы не показалось тебе противным, что прежде нравилось и чего искал ты как лучшего. Ибо не всякому движению по-видимому доброму должно следовать и не всякого противного должно вдруг убегать. Должно иногда обузывать себя даже в самых добрых желаниях и предприятиях, дабы неблаговременностью не впасть в рассеяние мыслей и удалением от правила не причинить соблазна другим и дабы противоречия их не верла тебя вдруг смятение и слабость. в других случаях напротив должно действовать с усилием противостать мужественно влечении чувств и не внимать чего хочет или не хочет плоть, но стараться всеми силами и против ее воли покорить ее духу. Должно укращать ее и приводить в покорность так, чтобы она была на все готова, привыкла бы довольствоваться малым, любить вещи простые и не роптать ни на какие неудобства. Глава 12. О науке терпения и борьбе со страстями. Я вижу, Господи, что мне весьма нужно терпение, ибо в жизни с ней встречается много противностей, и какие бы меры я не принимал к моему спокойствию, я не могу обойтись без брания и скорби. Так, сын мой, но мир коего-то искать по воле моей должен не в том состоит, чтобы ни искушений, ни противности не было, но в том, чтобы даже и тогда, как ты будешь разными прискорбиями удручаем и многими противностями искушаем, ты считал бы себя в мире. Если ты скажешь, что ты не можешь много терпеть, то каким же образом снесешь ты в свое время огнь очищения. Из двух зол должно всегда избирать меньшее, посему, чтобы избежать вечных мучений, старайся переносить ради Бога с терпением временные. Думаешь ли ты, что люди века сего совсем ничего или мало страждут? Спроси наиболее изнеженных, ты не найдешь этого, но они скажут, что много имеет утешения и следует своим хотениям и для того мало уважает свои прискорбия. Пусть так, пусть исполняются все желания, но долго ли ты думаешь все продолжатся? Все как дым исчезнут богатые века сего, и не останется им даже воспоминания о прошедших их утехах. В самой настоящей жизни наслаждения их смешаны с горестью, со скукою и страхом. Часто то самое, что приносило им удовольствие, приносит впоследствии болезнь. И правильно, дабы ища удовольствия превратных, они не вкушали их без горести и смятения. О, сколь кратки, сколь ложны, сколь превратны и срамны все эти удовольствия. Но люди воскрепления и упоения в своем этого не понимают. Подобие скотам бессловесным, за мгновенное удовольствие этой тленной жизни умерщвляют они свою душу. Но ты, мой сын, не ходи по следам твоих похотей и от воли твоей уклоняйся. Насладись Господом и даст тебе прошение сердца твоего. Если ты желаешь наслаждаться истинным удовольствием и получать от меня обильные утешения, ты обрящешь в презрении всего земного и в отвержении всех бренных наслаждений обильные утешения и благословения. И чем более будешь ты отвлекать себя от утешений твари, тем более найдешь во мне утешений сладостных и обильных. Но сначала ты не достигнешь их без некоей печали и подвига брани. Противостанет всему застарелая привычка, но превозможится новой и лучшей привычкой. Возробщит плоть, но обуздается ревностью духа. Древний змей будет тебя подстрекать и приогорчать, но он обращен будет в бегство молитвою и сверх того полезным трудом затворен будет ему главный вход. Глава 13. О повиновении смиренного подчиненного по примеру Иисуса Христа. Сын мой, кто хочет отложиться от повиновения, тот сам себя удаляет от благодати, и кто ищет собственных благ, тот теряет благо всем общее. Кто не повинуется с охотой доброй воли своему начальнику, в том плоть, видно, еще не повинуется, но часто ропщет и возмущается. Научись же покоряться с первого слова твоему начальнику, да плоть твоя тебе покорна будет. Ибо внешний враг удобнее побеждается, когда внутренний человек не обезоружен. Не для души врага досадительнейшего и злейшего, как ты сам, когда ты не совсем покорен духу. Тебе необходимо должно вооружиться совершенным презрением к самому себе, чтобы одержать победу над кровью и плотью. Ты боишься предать себя во всем воле других, единственно потому, что любишь еще самого праха ничтожества Бога ради покоряешься другому, когда я всемогущий и всевышний сотворивший вся из ничего, смиренно покорился человеку по любви моей к тебе. Я садился униженнейшим и последним, дабы смирением моим возмог ты победить твою гордость. Научись повиноваться прах, земля и персть, научись смиряться и унижать себя под ноги всех, научись преломлять твои хотения и быть во всякой покорности, воспомини себя ревностью против самого себя и не попускай жить в тебе надмению, саделай себя столь малым и столь низким, чтобы все могли попирать тебя ногами, как брение путей. Как ты можешь жаловаться существо ничтожное и что можешь ты непотребный грешник отвечать другим, когда они тебя укоряют тебя, который столько раз оскорбил Бога и заслужил быть в аде. Но пощадило тебя око мое, ибо душа твоя драгоценна предо мною, допознаешь любую мою и пребудешь всегда признателен к моим благодеяниям. И до истинной покорности смирения будут непрестанным твоим упражнением, и досносишь терпеливо собственное к тебе презрение. Глава 14 о том, что мы должны помышлять о тайных судах Божиих, дабы не превозноситься добрыми нашими делами. Господи, гром судов твоих раздается надо мною, все кости мои трепещут от ужаса, и душа моя объята страхом. Пораженный изумлением я чувствую, что и небеса суть нечисты пред очами твоими. Если в ангелах стропотно что усмотрел есть и не пощадил их, то что будет со мною? Звезды пали с неба, а я прах, чего я могу надеяться. Те, коих деяния казались похвальными, пали в преисподние, и те, которые прежде хлеб ангелов скушали, я видел, в пище свиней искали усложнение. Итак, нет святости, как скоро отъемлешь ты свою десницу. Нет пользы в мудрости, как скоро ты перестаешь управлять. Нет крепости сил, как скоро ты перестаешь сохранять. Нет безопасного целомудрия, как скоро ты его не осеняешь покровительством. Не пользует никакое бдение, когда не охраняет твое священное бодрствование. Оставленные самим себе, мы погружаемся и погибаем, но посещенные тобой мы восстаем и живем. Мы не постоянны, но ты нас утверждаешь. мы хладеем, но ты нас согреваешь. О, сколь низко и смиренно должен я о себе самом мыслить, сколь мало должен уважать тем, что кажется во мне добрым. О, сколь глубоко должен я повергаться в безднах судеб твоих, Господи, в безднах, где я ничто другое, как ничто и ничто. О, бремя неизмеримое, о, море непреплаваемое, в коем ничего более не обретая из существа моего, как во всем ничто. Где же укрыться словолюбию? Где место надеяния на свою добродетель? Поглощено в бездне судеб твоих, а мне всякое тщетное самохваление? Что не вся плод пред тобою? Сосуд скудельный похвалится ли перед скудельником? Может ли сердце, искренно покорное Богу, воздымать со суисловием? Весь мир не возвысит того, кого покорила себе истина, и все хвалы человеков не поколеблют того, кто все свое упование возложил на Бога. Ибо и сами хвалители все ничто, ибо исчезнут вместе с звуком слов своих. Истина же Господне пребывает вовек. Глава 15 о том, как должно поступать и просить, когда мы чего-либо желаем. сын мой, и спрашив всегда сим образом, Господи, да будет тако, если тебе сие благоугодно. Господи, если сие послужить может твою славу, да исполнится во имя Твое. Господи, если по твоему смотрению будет мне это полезно, дай мне во славу Твоего имени. Но если это будет мне вредно и не послужит ко спасению души моей, отними от меня и самое хотение. Ибо не всякое хотение, даже по-видимому и доброе и справедливое происходит от Духа Святого. Трудно с точностью различить добрый ли или чуждый дух влечет тебя к желанию. А может быть ты движешься и собственным твоим духом? Многие были под конец оборщены, кое сначала казались быть вадимы духом добрым. Итак, что бы не представилось уму твоему вожделенным, желая и просить всегда со страхом Божьим и сердцем смиренным. Ты должен особливо с отвержением самого себя совершенно полагаться на меня и взывать ко мне. Господи, ты веруешь как для меня лучше, да будет сие так, как ты повелишь. Дары мне что, когда и сколько тебе благоугодно. Сделай со мной по твоему смотрению, по твоей воле и для твоей славы. Поставь меня где тебе угодно и располагай мною везде по твоему хотению. Я в твоей деснице, вращай и обращай меня вокруг. Хе, я раб твой, я готов на все, ибо я желаю жить не для себя, а для тебя, о, когда бы достойно и совершенно. Молитва о испрошении совершений воли Божией. Дай мне все благие Иисусе благодать твою, да будет она со мною, да работает вкупе, да пребывает до конца неразлучно. Соделай, да всегда хочу и желаю того единого, что тебе благоприятнее и любезнее. Да будет воля твоя волею моей, и воля моя всегда расследует и соглашается с твоею. Чтоб я не мог ничего хотеть и не хотеть, как вместе с тобою. Сотвори, чтоб я был мертв всему в мире и чтоб для тебя любил и был презираемым и незнаемым всем веки. Дай мне превыше всего возделенного в тебе покоиться, в тебе обрез мир сердцу. Ты истинный мир сердца, ты единое его успокоение. Вне тебя все труд и болезнь. Всем едином мире, то есть в тебе единственное верховное вечное благо. Усну и почию. Аминь. Глава 16. О том, что истинного утешения должно искать в едином Боге. Все, что могу я вообразить и чего могу желать для моего утешения, не здесь ожидаю, но впоследствии. Если бы один я обладал всеми утехами всего мира, если бы я имел все наслаждения жизни, все сие достоверно не могло бы долго продолжиться. Итак, душа моя, ты не можешь обрести полного утешения и несовершенной радости, как только в Боге, всем едином утешители бедных и покровителей смиренных. Пожди, мало душа моя, пожди, доколе совершатся обеты Божии, и тогда ты будешь иметь на небесе обилие всех благ. Если ты будешь с заботливостью искать благ настоящих, то лишишься вечных и небесных. Употребляй благо временное, но желай вечных. Ничто временное не может тебя насытить, ибо не для сего ты создана. Когда бы ты обладала всеми благами сотворенными, ты не могла бы быть счастлива и довольна. В едином Боге Творце всего состоит твое счастье и блаженство. Блаженство не таковое, как воображают себе и превозносят безумные любители мира, но блаженство какового истины и верные ученики Христовы ожидают. И иногда здесь предвкушают люди духовные и чистые сердцем, кое житье на небесах. Всякое утешение человеческое есть суетно и кратковременно. Истинное и блаженное утешение есть то, которое сама истина даст нам вкушать внутренне. Человек благоговейный везде с собой носит Иисуса своего утешителя и вопьет к нему Господи Иисусе буди мне помощник везде и во всякое время. Да будет мне утешением искренно желать быть лишенным всякого человеческого утешения. Если когда твое утешение меня оставит, то да будет мне воля твоя испытание вместо величайшего утешения. Ибо не до конца прогневаешься и не вовек враждуешь. Глава 17 О том, что все попечение должно возлагать на Бога. Сын мой, оставь мне поступать с тобой по моей воле, я знаю, что тебе полезно. Ты рассуждаешь как человек и о многих вещах мыслишь по наклонностям человеческим. Слово твое, Господи, истинно, ты более обо печешься, нежели я сам о себе. Не твердо тот стоит, кто не возверг всю печаль свою на тебя. Господи, только бы воля моя была прямо и в тебе утвержденная, впрочем, располагай мною, как тебе угодно. Все, что ты о мне устроишь, без сомнения, будет благо. Если тебе угодно, чтобы я прибыл во мраке, будь благословен. Если тебе угодно, чтобы я был во свете, будь паки, благословен. Если ты удостоишь посетить меня утешением, будь благословен. Если ты хочешь, чтобы я оскорбел, будь всегда благословен. Сын мой, так должен ты стоять, если желаешь ходить со мною. Столько же ты должен быть готов страдать, как и быть в радости. Столько же охотно быть в бедности и убожестве, как в обилии и богатстве. От доброго сердца по любви к тебе, Господи, я буду терпеть все, что тебе определить будет угодно. Равнодушно хочу принимать от руки твои доброе и зло, сладость и огорчение, радость и печаль, и воздавать тебе благодарение за все, что со мной не стучится. Огради меня от всякого греха, и я не буду бояться ни смерти, ни ада. Если только ты меня от себя не отвергнешь и не изгладишь имени моего из книги жизни, все прочее, что меня не постигнет, мне не повредит. Глава 18. О том, что должно сносить с терпением бедствие этой жизни, по примеру Христову. Сын мой, я шел с неба для твоего спасения, воспринял на себя твою нищету не по нужде, но по влечению любви, дабы научить тебя быть терпеливым и сносить без ропота бедствие этой жизни. От самого моего рождения, даже до исхода на кресте, я терпел в скорби. Я жил в самой крайней нищете, часто окружен был роптанием, скротостью переносил бесчестие и поношение. За благотворения мои воздавали мне неблагодарностью, за чудеса хулением, за учения укоризнами. Потому что ты, Господи, в продолжении твоей жизни терпел, дабы этим наипаче исполнить волю твоего отца, то правильно, чтобы я, бедный грешник, сносил все терпеливо по твоему изволению. И доколе тебе благоугодно будет, влачил бы тяжесть всей бедственной жизни. Ибо сколь не тяжестна жизнь эта, но благодатью твоей она ныне соделалась уже весьма полезным подвигом. Примером твоим и по следам святых твоих, самые слабые могут в ней шествовать ныне с большей удобностью и безопасностью, нежели прежде. Она даже соделалась утешительнее, нежели была под ветхим законом, когда двери неба были заключены, и даже путь туда ведущий казался мрачнее, когда толь малое число было ищущих Царствия Божия. Самые праведные того века и предуставленные ко спасению не могли войти в Царствие Небесное, прежде страдания твоего и священной смерти. О, какими благодарениями я должен быть преисполнен, что удостоил ты мне и всем верующим показать путь правой и истиной к вечному твоему Царствию. Жизнь твоя есть путь, и святым терпением идем мы к тебе, нашему венцу. Если бы ты нам не предшествовал и не научил, кто бы последовал. Увы, сколь многие остались бы далеко позади, если бы не имели перед собой знаменитых твоих примеров. Все, и ныне еще после соликих чудес, стольких наставлений, мы остаемся холодными. Что же было бы, если бы мы не имели столько света, дабы последовать тебе? О терпении обид и о признаках истинного терпения. Что ты говоришь, сын мой? Престань жаловаться возри на страдания, понесенные мной и моими святыми. Ты не подвязался еще даже до крови. Твои страдания весьма маловажны в сравнении со страданиями тех, которые претерпели столько зла, столько искушений, столько бедствий, напастей и разнообразных скорбей. Ты должен размышлять о великих этих опытах, чтобы переносить с покорностью твои легчайшие. Если же кажутся они тебе тягостными, то посмотри, не малодушие ли твое делает их таковыми? Во всех же случаях, тягостны ли они или легкие, старайся сносить их с терпением. Чем более расположен ты сносить, тем поступаешь благоразумнее и награды достойнее. Самые твои бедствия будут легче, когда ты приуготовишься к ним навыкам и твердостью духа. И не говори, я не хочу сносить всего от такового-то человека или таких-то оскорблений. Он меня сильно обидел, он упрекает мне в таких вещах, о которых я никогда не думал. Я охотно стерпел бы тоже от другого, я стерпел бы столько, сколько считаю обязанным себя терпеть. Безумно мыслить таким образом и рассчитывать, от кого и какие огорчения происходят, а не уважать, сколь великая добродетель есть в терпении и от кого она увенчивается. Тот не имеет еще совершенного терпения, кто хочет терпеть столько, сколько ему угодно и от кого ему угодно. Человек истинно терпеливый не разбирает, от кого он терпит. От высшего или от равного или от низшего, от доброго или святого, или от человека развратного и презрительного. Откуда бы и через кого бы и сколь бы часто огорчение ему не приключалось, он приемлет все без разбора и с благодарностью от руки Божией и считает то великим себе приобретением. Ибо и самое малое, что терпят для Бога, все есть заслуга пред Богом. И так будь всегда готов на брань, если хочешь одержать победу. Без сражения не повышишь ты венца терпения. Если не хочешь терпеть, ты сам отвергаешь венец. Если хочешь венца, сражайся мужественно и сноси терпеливо. Покоя достигает трудом, а победы сражением. Да будет Господь благодатью и Твоей то возможно, что по силам природы кажется мне невозможным. Ты ведаешь, сколь малого мне терпения, и что при малейшей противности я падаю в уныние. Садилась, чтобы ради имени Твоего и славы все напасти были для меня желательны и любезны. Ибо для спасения моей души нужно мне страдать и быть гоним у Тебя ради. Глава двадцатая. О признании своей немощи и о бедствиях всей жизни. Исповедую на себя, беззаконие мое. Исповедую Тебе, Господи, немость мою. Часто самое маловажное обстоятельство ввергает меня в печали уныния. Решаясь действовать с твердости, я падаю потом в великое смущение при малейшем искушении. Часто искушение рождается из ничего. И тогда, как я считаю себя несколько в безопасности и не чувствую, внезапно нахожу себя почти неизверженным от легкого дуновения. Призри же, Господи, на смирение мое и на бренность Тебе отовсюду известную. Жалься надо мной и спаси меня от брения, да не утону и да неприбуду навсегда не изложен. Сие это часто поражает и смущает меня перед Тобой, что я столь близок к падению и столь слаб к сопротивлению страстям. Хотя не и сторнут они моего согласия, но тяжкие и досадители мне непрестанно их нападения. Тяжко жить таким образом в ежедневном состязании. Сколь немощен, я познаю и из того, что гнусные помыслы всегда скорее ко мне приходят, нежели уходят. О, воззри, крепкий Божий Израилев, ревнитель душ верных, воззри на труд и болезнь раба Твоего и помоги ему во всех его предприятиях. Укрепи меня небесной силой, да не восторжествует ветхий человек, эта бедная плоть, не совсем еще покорная духу, с коей должна бороться до последнего издыхания бедственной этой жизни. Увы, что и жизнь эта исполнена огорчений, бедности, сетей и врагов. Едва одно огорчение, одно искушение прошло, как наступает другое. Еще первое сражение не окончено, как уже предстоит множество других непредвиденных. И как можно любить жизнь, исполненную стольких горестей, несчастьями и бедствиями? Можем ли даже назвать жизнью этот источник язв и смертей? И однако же ее любят, и многие в ней ищут удовольствия. Часто винят мир в щеке его и обольщении, и однако же нелегко с ним расстаются, потому что похоти плотские обладают нами. Есть в мире вещи, которые заставляют его любить, а другие презирать. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейской влекут нас любить мир. А печаль и горесть, и неминуемое их следствие, заставляет его ненавидеть и отвращаться. Но, увы, преодолевает порочное усложнение мысль, преданную миру. Она считает удовольствие быть во власти чувств, ибо сладости Божьей и внутренней прелести добродетели она не видала и не вкусила. Но те, которые презирают совершенно мир и тщатся жить Богу под святой строгостью правил, те знают эту божественную сладость, обещанную истинным отверженником мира, и ясно видят, халико мир заблуждает и разнообразно обольщается. Глава 21 о том, что в Боге превыше всех благ и даров должно искать покоя. Превыше всего и во всем всегда в Господе успокаивайся, душа моя, ибо Он есть вечное успокоение святых. Дай мне, присладкий вселюбезный Иисусе, в Тебе покоиться, превыше всего сотворенного, превыше здоровья и красоты, славы и чести, могущества и достоинства, знания и тонкости разума, богатства и искусств, веселости и ликований, доброго имени и хвалы, всех сладостей и утешений, всех надежд и обещаний, превыше всего, чего можно пожелать и заслужить. Превыше всех даров и даяний, какие ты можешь даровать и влиять. Превыше всей радости и празднества, какие только разум человеческий объять и почувствовать может. Наконец, превыше ангелов и архангелов, и всего воинства небесного, превыше всего видимого и невидимого, словом, превыше всего, что не ты, мой Божий. Ибо ты есть, и Господи Божий, мой благ, превыше всего. Ты един верховный, един всесильный, един довольства и полнота, един сладчайший и утешительнейший. Ты един приизящный и прелюбезный, един превозвышен и приславен, един, в котором все блага вместе и совершенно суть, всегда были и будут. Для сего-то все, что ты даруешь мне, кроме тебя самого, все, что ты открываешь о тебе или обещаешь открыть, мало и не давлеет для меня, доколе не зря я самого себя и самим тобою во всей полноте не наслаждаюсь. Ибо сердце мое не может быть в истинном покое и не может быть во всем довольна, если оно не успокоится в тебе и не станет превыше всех даров и превыше всего сотворенного. О, Иисусе Христе, супруже мой возлюбленный, коего любовь есть самая чистейшая, верховный обладатель всех тварей, кто даст мне крылья истинной свободы, да возлечу и почию в тебе. О, когда да, она мне будет упраздниться и видеть, «Сколько ты сладостен, мой Господи Божий!» Когда в полной мере возмогу я соединять себя в тебе, дабы преисполненной любовью твоей не чувствовать в мне себя, но тебя единого превыше всякого чувства и образа, не всем известным образом. Между тем я здесь, тяная, из болезни несу время моего несчастья. В этой ее доли бедствия окружен множеством зол, которые часто меня смущают, приводят в уныние и омрачение, часто меня припинают и развлекают, обощают и преграждают мне путь к тебе, путь к твоим сладостным объятиям, всегда отверстым для духов блаженных. Да подвигнет тебя воздыхание мое и многократная безутешность на земле! О, Иисусе, сияние вечной славы, утешение души странствующей! Уста мои безгласны перед тобой и молчание мое говорить тебе! Да коли, Господи мой, коснить прийти! Да придет ко мне, своему беднейшему рабу, да исполнит меня радости! Да просрет десницу свою и исторгнет меня бедного из всякой тесноты! Прийди, прийди! Без тебя я не могу иметь ни дня, ни часа удовольствия, ибо ты моя радость! Без тебя пуста трапеза моя! Я несчастен! Я заключен, так сказать, темницу, я текчен узами, да коли ты не укрепишь меня светом твоего присутствия, не возвратишь мне свободы и не явишь лица приязни! Пусть ищут другие вместо тебя, что ему угодно! Я ничего не желаю, ничего не буду желать, кроме тебя, Боже мой! Мое упование вечное спасение! Не примолчу, не перестану молить тебя, да коли благодать твоя ко мне не возвратится, да коли ты мне внутренне не возглаголишь! Вот я все прихожу к тебе, потому что ты призвал меня! Слезы твои, желания души твоей, твое смирение и сокрушение твоего сердца преклонили меня и привели к тебе! И сказал, Господи, я призывал тебя, я желал насладиться тобой с твердым намерением все отвергнуть тебя ради, ибо ты сам прежде возбудил меня искать тебя! Будь благословен, Господи, сотворивший милость и с рабом твоим, по множеству щедрот твоих! Что остается более сказать рабу твоему перед тобой, как только смиряться, помнив всегда свое непотребство и унижение! Нет ничего тебе подобного во всем, что есть дивного на небеси и на земли! Все дела твои суть приизящны, все суды твои исполнены правды, и провидение твое всем управляет! Хвала же тебе и слава, о премудрость Отчая! Да превозносит и благословляет тебя уста мои, душа моя, и все творение совокупно! Глава двадцать вторая О воспоминании многократных Божьих благодеяний Господи, отверзи сердце мое к закону Твоему и научи меня ходить в путях заповедей Твоих! Даруй мне благодать, познавать волю Твою и с глубоким благоговением воспоминать Твои общие и особенные ко мне благодеяния! Та бы мог я Тебе высылать достойную хвалу благодарения! Я знаю и исповедую, что не могу восхвалить Тебя достойно даже из-за малейшую Твою милость! Я не заслужил перед Тобой ничего, и перед величием щедро Твоих исчезает, Дух мой! Все блага души и тела, все, что имеем мы внутрь и вне, естественно и сверхъестественно, все есть Твое благодеяние, все показывает Твою щедроту, Твое милосердие, Твою благость! От Тебя мы все восприяли! Один получил более, другой менее, но все Твое, и без Тебя ничего иметь нельзя! Кто больше получил, тот не может славиться своим достоинством, ни возноситься перед другими, ни укорять того, кто получил менее, ибо тот есть больше и лучше, кто менее себе присвояет, кто смиреннее и благоговение Тебя благодарит! Тот достойнее восприять больше, кто считает себя униженнейшим и недостойнейшим! Кто же мнение получил, тот не должен ни печалиться, ни негодовать, ни завидовать тому, кто получил боли, но обращать внимание свое к Тебе, и хвалить бесконечную Твою благость, разделяющую дары Своей столь обильно, столь безмездно и щедро, безлицеприятия! Все от Тебя, и потому за все Тебя восхвалять должно! Ты ведаешь, кому что дать, и для чего сему боли, а другому менее! Не нам о том рассуждать, но Тебе, которое определяет заслугу каждого! Всего ради, Господи Божий мой, я вменяю даже и в ту великую себе милость, что немного имею этих дарований, которые извне, по человеку кажутся столь достойны хвалы и славы. В состоянии бедности и унижения не только нет причины печалиться или отчаиваться, но для жизни даже утешаться и радоваться, ибо Ты, Божий мой, избрал бедных и презренных этого мира в друзья себе и в домашние сожители. Свидетели тому сами апостолы, которых поставил Ты в князья над всей землею. Они жили в мире, не жалуясь. Они в нем были столь смиренные и столь просты, столь удалены от всякой злобы и хищрения, что даже радовались бы у оскорбляемой имени Твоем, и с великим усердием принимали то, чего мир с ужасом отвращается. Итак, ничто столько не может радовать любящего Тебя и понимающего цену Твоих благодеяний, как исполнение в нем Твоей воли и совершения вечных Твоих намерений. Всем совершения должен находить столько удовольствия и утешения, чтобы желать быть даже охотно самым низшим, как другие желают быть высшими, быть столь же спокойным и довольным в последнем месте, как другие в первом, столь же готовым жить в призвении и отвержении, не иметь ни чести, ни имени, сколь другие хотят быть возвеличенными и уваженными в мире. Ибо воля Твоя и любовь к Твоей славе должны быть для Него превыше всего, должны быть утешительнее и приятнее, нежели все дары, которые Он получил или получить может. Сын мой, ныне покажу Тебе путь мира и истинной свободы. Саделай, Господи, по слову Твоему, приятно мне это слышать. Старайся, сын мой, более исполнять волю других, нежели волю Твою. Избирай всегда лучше иметь мало, нежели много. Ищи всегда последнего места и быть покорным всем. Желай всегда, и моли, да исполнится в Тебе совершенно воля Божия. Все так отступают в страну мира и спокойствия. Господи, сие краткое наставление заключает в себе великое совершенство. В нем мало слов, но много разума и пользы. Если бы мог я с точностью его соблюдать, то не смущался бы столь удобно. И во всякий раз, когда я чувствую себя в беспокойстве и тяжести, нахожусь, что приступил я с ее учения. Но ты, который все можешь и всегда желаешь совершенства души, усугубь меру Твоей я благодати, да возмогу исполнить Твое наставление и совершить дело моего спасения. Молитва от злых помыслов. Господи, Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, приди на помощь ко мне. На меня восстали разные помыслы и великие страхи, поражающие мою душу. Как я приду невредим, как преломлю их? Я, говоришь, пойду перед Тобой и смирю гордых земли, отверзу врата темнице и открою Тебе сокровенное таинство. Да будет Господи по слову Твоему и добегут от лица Твоего все злые помышления. Моя единая надежда, все мое утешение есть прибегать к Тебе во всяком смущении, уповать на Тебя, призывать Тебя от всего моего сердца и ожидать в терпении Твоего утешения. Молитва к испрошению света мыслей. Осияй меня, благие Иисусе, сиянием внутреннего света и изгони весь мрак из обители моего сердца. Укроти многочисленные блуждения и изгони насилующие меня искушения. Побори силою по мне и породи систи хищных зверей похоти прелестной. Да будет мир силою Твоей и до хвалы Твоей раздаются во дворе Твоем спитом в чистой совести. Запрети бурям и ветрам скажи морю усмирись и ветру утихни и будет тишина великая. Пошли светлые истины Твои досияют на земле. Я земля пустая и праздная. Да коло Ты меня не просветишь. Пролей свыше благодать Твою проникни сердце моё росою небесною. Уготовь воды благоговения да напоится лицо земли, да возрастит плоды благие и обильные. Возвигни мысль сагбенную под бременем грехов и устреми все желания мои к Богу, к небу, дабы вкусившему сладости веховного блаженства прискорбно мне было помышлять о земных. Восхите меня историй не от всех приходящих утешений тварей, ибо ничто сотворённое не может не успокоить меня не наполнить мои желания. Соедини меня с Тобой нерасторгаемым союзом любви, ибо Ты един, достаточно любящему Тебя, а без Тебя всё напрасно. Глава 24 о том, что должно избегать пытливости в поведении других. Сын мой, не будь пытлив и не озабочивай себя тщетными попечениями. Что тебе до того или другого, ты гряди за мною. Что тебе нужды, что тот или другой имеет такие или другие свойства, что он действует или рассуждает тем или иным образом, не за других, но за себя тебе отвечать должно. Для чего же ты вмешиваешься? Я знаю всех. Я вижу всё сущее под солнцем. Я ведаю расположение, мысли, желания, намерения каждого. Итак, мне должно всё предоставить, а ты сохраняй себя в мире и оставь светливого, суетиться, сколько он хочет. Все дела и слова его на него обратятся, ибо меня он обмануть не может. Не гоняйся за тени великой славы, не ищи многих знакомств, не тесных дружеских связей, ибо от всего рождается развлечение великое сердце омрачения. Я с удовольствием говорил бы тебе, открыл бы тебе сокровенное, если бы внимая тщательным моему пришествию, ты отверзай мне дверь твоего сердца. Будь внимателен, бодрствуй в молитве и смиряйся во всём. Глава двадцать пятая. В чём состоит твёрдое сердечное спокойствие и истинное преуспеяние. «Сын мой, я сказал, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как даёт мир». Все желают мира, но не все стараются о истинном мире. «Мир мой почивает на кротких и смиренных сердцем. Ты найдёшь мир в великом терпении. Если ты будешь внимать мне и исполнять слова мои, ты будешь наслаждаться миром. Что же должен я делать? Во всех вещах внимай себе, делам своим и словам, и все намерения твои склоняй к тому, чтобы мне угодить единому. Не желай и не ищи ничего, кроме меня. Сверх всего не суди дерзновенно о словах и действиях других. Не вмешивайся в дела тебе непорученные, и ты никогда, может быть, или редко будешь в смущении. Но никогда не чувствовать смущения и не терпеть никакого огорчения, ни душевного, ни телесного, сие не принадлежит к настоящему времени, но к состоянию будущего, вечного покоя. Не воображай, что ты обрел уже истинный мир, когда ничто тебя не киготит, что все идет с совершенным успехом, когда никто тебе не противится, что ты достиг совершенства, когда все сбывается по твоим желаниям. Не мысли так же, что ты великий, особенно любим Богом, когда чувствуешь себя в великом благоговении и сладости Его. Не по этим свойствам должно узнавать истинную любовь к добродетели, и не в них состоит преуспеяние и совершенство человека. В чем же, Господи? В том, чтобы посвятить себя от всего твоего сердца воле Божией, не ища польз своих ни в малых вещах, ни в великих, ни во времени, ни в вечности. Так, чтобы, сохраняя во всем равновесии и в счастье и в несчастье, не изменяясь в лице, воздавать мне равное благодарение. Если ты будешь столько тверд и терпелив в твоей надежде, что среди самой безутешности внутренней будешь готовить сердце твое к тихчайшим еще опытам, если в страданиях не только не будешь ты себя оправдывать и считать их незаслуженными, но будешь еще восхвалять мое правосудие и святость моих о тебе расположений, тогда пойдешь ты прямым и истинным путем мира и можешь с достоверностью надеяться, что снова в радости узрешь лицо мое. А если когда-либо достигнешь ты совершенного презрения к самому себе, будь уверен, что тогда ты будешь наслаждаться всем обилием спокойствия, сколько здесь на земле пришельцу наслаждаться им можно. Глава 26 о превосходстве духа свободы, получаемого более смиренной молитвой, нежели чтением. Господи, дело мужа совершенного есть никогда не склонять мысли от вещей небесных и через бесконечные заботы проходить как бы без забот, не по лености и небрежению, но по некоему особенному преимуществу духа свободы, ни в какой твари не прилепляясь со страстью. Умоляю тебя, все благи Божии, сохрани меня от попечения этой жизни, да не погрязну в них, от многих нуж телесных, да не увлечен буду наслаждением от всех забот душевных, да не изложен горестями не впаду в уныние. Не от всех только вещей сохрани, которых страстно домогается мирская суетность, но и от этих бедствий, которые бы в казни и проклятия всем смертным общию, тяготят душу твоего раба и припинают ей путь к истинной свободе духа. О Боже, сладость неизглагованная, приложи для меня в горе всякое утешение плотское, уклоняющее меня от любви вечных благ и увлекающее воззрением на какое-либо удовольствие настоящее. Да не победит меня, Божий мой, да не победит плоть и кровь, да не обольстит меня мир и краткая его слава, да не преодолеет меня дьявол лукавство его, дай мне силу противостоять, терпение сносить, твердость прибыть непоколебиму. Вместо всех утешений мира даруй мне сладостное помазание святого твоего духа, и вместо любви к плоти пролезь сердце мое любовь к святому твоему имени. Пища, питье, одеяние и другие потребности тела тягостны духу, любовью воспаленному. Сто делай, чтобы этими отрадами пользовался я умеренно, но без прилепления. Нельзя их вовсе отвернуть, ибо должна поддерживать природу, но искать в них избытка и наслаждения запрещает закон твой святой, иначе плоть восстала бы на дух. Да во всех сих десница твоя управит меня и наставит, да не паду в излишество. Глава 27 видьмая о том, что любовь к самому себе удаляет от верховного блага. Сын мой, ты должен предать себя весь за все и ничего твоего не оставлять себе. Знай, что любовь к самому себе вредит тебе более, нежели все другое в мире. Ты прилипляешься к вещам более или менее, судя по тому, как ты себя любишь. Если любовь твоя чиста, простая и благоустроена, ты не можешь ни к чему рабствовать, ничему, не желая чего иметь тебе не дозволено, не имея, что может тебя затруднить и лишить внутренней свободы. Удивительно, что ты не предаешься мне от всего твоего сердца и со всем чего можешь желать или иметь. для чего истоевать от тщетной печали, для чего утомлять себя излишними заботами. Прилеплися с твердостью к моей воле, ты не потерпишь никакого урона. Если ты будешь искать того или другого, жить там или здесь для выгод твоих и большего самоугождения, ты никогда не будешь в покое и в свободе от забот. Ибо во всем найдешь некоторый недостаток и везде встретишь противника. Итак, польза твоя не в том, чтобы приобретать или умножать внешнее благо, но чтобы презирать их и истреблять сердце до самого корня. И сие должно разуметь не только о золоте и богатствах, но и о тщеславном искании почестей и похвале. Все сие приходит вместе с миром. Место есть слабая ограда, если нет духа усердия. Не прочен мир от внешних обстоятельств происходящих, если состояние сердца не имеет истинного основания, то есть если ты не утверждаешься во мне, перемениться ты можешь, но не улучшиться. При первом случае возникшем и тобой и не отраженным, ты встретишь с чего убегал, встретишь еще и более. Молитва о чистоте сердца и небесной мудрости. Укрепи меня, Боже, благодатью святого твоего духа, дай силу укрепить во внутреннем человеке, да упразднится сердце мое от тщетных забот и беспокойств и да не буду увлекаем желанием какой-либо вещи низкой или высокой, но раздирал на все и на самого себя, как на приходящее. Ибо нет ничего постоянного под солнцем, все суета и скорбь духа. О, сколь мудр, кто этим образом рассуждает. дай мне Господи небесную мудрость, да научусь тебя превыше всего искать и обретать, тобой услаждаться тебя любить единого, все же прочие вещи оценить, как они и суть в порядке твоей мудрости. Дай благоразумно уклоняться от льстилы и терпеливо сносить противного. Великая мудрость не колебаться всяким ветром слов и не преклонять слуха к опасным ласканием сирены, ибо так текут с безопасностью в пути предприятом. Гола 28 против языка поносителей. Сын мой, не огорчайся, если кто-нибудь худо о тебе мыслит и говорит тебе неприятное. Ты должен еще хуже сам о себе мыслить и верить, что нет никого слабее тебя. Если ты будешь жить внутренней жизнью, то мало будешь уважать слова приходящие. Немалое благоразумие хранить молчание во время огорчений, обращаться внутренне ко мне и не смущаться суждениями человеческими. Да не будет мир твой в устах человеков, ибо как бы худо или благосклонно они о тебе не думали, ты не будешь от всего другой человек. Где истинный мир и прочная слава? не во мне ли? Кто не ищет угождать людям и не боится им быть неугодным, тот будет наслаждаться великой тишиною. Все беспокойства и сердца и рассеянность чувств рождаются от неправильной привязанности и тщетного страха. Глава 29 Как должно призывать Бога во всех напастях? Да будет имя Твое, Господи, во всех веках благословенно. Ты попустил на меня сию напасть и искушение. Я не могу их избегнуть, но должен к Тебе прибегнуть. Да поможешь мне или обратиться мне этого блага. Господи, все я в напасти и сердце мое в смятении. Я мучусь настоящим страданием. И что скажу тебе ныне, Отче Вселюбезный? Я стеснял всех сторон, спаси меня от часа этого. Но всего ради я пришел на час сей, да будешь ты прославлен, восставив меня в уничижении, да будет тебе благоугодно Господи меня избавить, ибо что могу я убогий, и куда пойду без тебя? Даруй мне и на Боже мой, и не убоюсь, сколь бы ни было мне тяжко. И ныне среди сих зов что скажу тебе? Господи, да будет воля твоя. Я заслужил эту напасть и огорчение. Должно, чтобы я сносил их, и о, если бы сносил с терпением, доколе не пройдет буря и настанет лучшее. Всемогущая твоя десница может отвратить от меня это искушение и укротить стремление его, да не буду низвержен, подобно как и прежде, неоднократно уже наступал ты, поступал ты со мною, о, Боже мой, Боже милосердие. И чем для меня труднее, тем для тебя удобнее такое изменение десницы Вышнего. Глава 30. О том, что должно призывать Бога в помощь и ожидать с уверенностью возвращения благодати Его. Сын мой, я есть Господь укрепляющий в день скорби. Приди ко мне во время Твоего сокрушения. Медленное Твое обращение к молитве оставляет, остановляет наиболее небесное утешение. Прежде, нежели меня с усердием просишь, ты ищешь извне многих отрат и облегчений. Отсюда происходит, что все мало помогает, доколе не признаешь, что я один могу избавить уповающих на меня, и что вне меня нет действительной помощи, нет полезного совета, нет верного пособия. Теперь, собравшись с духом после бури, восставь во свете моих милостей. Восстань! Близ я, Господь, все восстановить не только в прежний порядок, но еще ущедрить и возвысить. Если что-либо для меня трудное, или уподоблюсь я говорящему и не делающему, где вера твоя? Стой твердо и неотступно, будь терпелив и мужествен, утешение придет к тебе в свое время. Пожди меня, пожди, прийду и исцелю тебя. Тебя мучит искушение, тебя ужасает тщетный страх. Что тебе нужды заботиться о неизвестном будущем? С ним прилагаешь ты печаль к печали. Довольно заботы на каждый день. Тщетно и бесполезно радоваться или смущаться о будущем, которое, может быть, никогда не случится. Человеку свойственно падать в подобные всему мечтания. Признак малодушия есть предаваться столь удобно под стреканием врага. Для него все равно, действительными ли или мечтательными предметами он обольщает и вводит в обман, привязанности ли к настоящему или страхам будущего не излагает. да не смущается сердце вашей не боится. Веруй в меня и надейся на мое милосердие. Часто, когда ты считаешь себя удаленным от меня, я тем ближе к тебе. Часто, когда ты воображаешь, что все уже потеряно, тогда настает время наиболее приобрести. Все еще не потеряно от того, что нечто случилось противное. ты не должен о себе судить по настоящему твоему чувствию и так погружаться в печаль, как бы не было уже надежды к избавлению. Не думай, что ты совершенно уже оставлен, когда посылаю я на тебя какое-либо временное огорчение или лишаю тебя желаемого утешения. Этим путем достигает Царствие Небесного. Несравненно полезнее для тебя и для других моих служителей, чтобы вы были искушаемы несчастьем, нежели чтобы все исполнялось по вашему желанию. Я знаю тайное помышление, весьма полезно ко спасению твоему быть иногда оставлен в сухости и алжебе, дабы преуспеяние твое тебя не надмивало, и чтобы ты не льстил себе тем, чего в тебе нет. Что я даровал, то могу отнять, и снова позволению. Что я даровал, то еще мне принадлежит. И когда я обратно взимаю, я не отнимаю ничего твоего, ибо от меня исходит всякое даяние блага и всяк дар совершенный. Когда я пошлю на тебя какое-либо огорчение или противность, не ропщи, и да не смущается сердце твое. Я могу в одно мгновение облегчить и приложить бремя твое в радость. Я всегда праведен и всегда достоин хвалы, когда таким образом поступаю с тобою. Если ты здраво о вещах рассуждаешь и взираешь на них поистине, ты никогда не будешь столь много печалиться в несчастье, но напротив будешь радоваться и меня благодарить. И даже то считать единственной твоей радостью, что не щежу тебя, поражая прискорбием. Я возлюбил вас, как отец мой возлюбил меня. Так говорил я возлюбленным моим ученикам, посылая их в мир, не на радости временные, но на великие сражения, не на почести, но на презрение, не на праздность, но на труд. Не для успокоения, но досотворят многие плод в терпении. Помни, сын мой, слова эти. Глава 31. О пренебрежении к тварям, дабы обрести Творца. Господи, мне весьма потребна еще обильнейшая благодать, дабы достигнуть туда, где никто и никакая тварь не может затруднить меня, ибо я не могу парить к Тебе свободно, доколе, что-либо здесь меня удерживает. Всего-то свободного парения желал тот, кто взывал, кто даст мне крылья, как у голубя, да полечу и почию. Что может быть спокойнее того, которого око просто, и что свободнее того, кто ничего не желает на земле? И так должно перейти выше всего созданного, оставить совершенно самого себя, и стать воиступлении ума и видеть, что ты творец всего сущего, ничего подобного тварям не имеешь. И так коли мы не будем совершенно отрешены от всего сотворенного, мы не можем свободно вникать в божественное. потому то мало есть людей созерцательных, что немногие умеют отделить себя вовсе от вещей созданных и приходящих. К всему подребна великая обилие благодати, возвышающей душу и восхищающую выше самой себя. Если человек не возвышен в духе, не освобожден от всех тварей и не соединен совершенно с Богом, то все, что он не знает, все, что он не имеет, есть маловажно. Кто долго будет мал и повержен долу, кто уважает что-либо другое, кроме единого блага бесконечного и вечного. Все, что есть не Бог, есть ничто, и ничтожеством долженствует почитать. Великое есть различие между мудростью мужа освященного и благоговейного и между знанием книжника наука изощренного. Знание божественным излиянием свыше проистекающее есть несравненно благороднее того, которое приобретается трудным изысканием человеческого разума. Многие желают созерцания, но не упражняются в том, что к нему потребно. Важное препятствие состоит в том, что по большей части останавливается на знаках и вещах чувственных и мало заботится о совершенном умерщвлении. Не знаю, что это есть и каким духом мы управляемся и что намереваем мы, которые желаем именоваться духовными. Мы столь много трудимся и заботимся о вещах низких и приходящих и столь мало и редко с совершенным вниманием занимаемся тем, что внутрь нас происходит. Увы, едва успеем несколько войти в самих себя, как рассеиваемся уже снова на внешнее и не испытываем со строгости наших деяний. Не рассуждаем, где наши привязанности и не оплакиваем, сколь все здесь исполнено нечистоты. Потому что всякая плоть развратила путь свой, всего ради настал всеобщий потоп. И когда таким образом наши внутренние побуждения исказились, то и деяния наши по недостатку внутренней силы соделывались необходимо развратными. От чистого сердца происходит плод благей жизни. Вопрошают, кто что сделал, но не столь тщательно разбирают, по какой степени добродетели кто поступает. Вопрошают, силен ли кто или богат ли, благовиден, искусен, изящный ли писатель, добрый певец, добрый трудолюбец. Но многие умалчивают, нищий ли он духом, терпелив ли, кроток ли, благоговеен ли и внимательен ли ко внутреннему пути. Природа зирает на человека со внешности, благодать же обращается на внутреннее. Первая часто обманывается, вторая уповает на Бога, чтобы не обмануться. Глава 32. Об отвержении самого себя и всякого вожделения. Сын мой, ты не можешь быть совершенно свободным, если вовсе не отречешься самого себя. Все те, которые сохраняют еще любовь к собственности и любят самих себя, прихотливые, пытливые, непостоянные вместо пребывания, ищущие всегда приятной жизни, а не польз Иисуса Христа, вымышляющие и составляющие разные и неосновательные предположения, все таковые суть узники. Ибо все, что не происходит от Бога, погибнет. Помни это кратко исполненное мудрости правило. Оставь все и найдешь все. Отрекись от вожделений и найдешь покой. Размышляй тщательно об этом правиле, и когда будешь его исполнять, тогда все поймешь. Господи, это есть дело не одного дня и не детская игра. В этих кратких словах содержится все совершенство иноков. Сын мой, ты не должен идти спять и унывать, узнав тот путь, которым идут совершенные, напротив, ты должен парить высоту и, по крайней мере, устремлять туда со вздохом свои желания. Я желал бы, чтобы это с тобой совершилось, и чтобы достиг ты до того, чтобы не любить себя и не иметь другой воли, кроме моей, с совершенным повиновением тому, кого избрал я тебе в руководители. Тогда был бы ты мне благоугоден, и вся жизнь твоя текла бы в радости и мире. Еще многое тебе надо бы оставить, если не предашь мне всего совершенно. не получишь ты просимого. Совещаю тебе купить от меня золото, разожженное огнем, добогатишься, то есть эту мудрость небесную, попирающую все земное. Отложи мудрость земную и всякое человеческое собственное себе угождение. я предлагаю тебе купить вещи низкие вместо того, что считается людьми драгоценным. Ибо эту истинную небесную мудрость почитает обыкновенно вещи низкие и предрительные, и даже кажется бытиею совсем забыто, сию мудрость, которая не превозносится самой собою, которая не ищет величайство на земле, которую многие проповедуют устами, но далеко отстоят от нее своим поведением. Эта мудрость, однако же, есть драгоценный бисер от многих сокровенной. Глава 33 О непостоянстве сердца и о том, что должно полагать в Боге последний конец желаний. Сын мой, не полагайся на свои расположения, они ныне таковы, а потом скоро превратятся в другие. Да коли будешь жить, ты по неволе подвержен будешь переменам, будешь иногда в радости, иногда в печали, иногда в мире, иногда в смущении, иногда благоговеен, иногда без всякого чувства благоговения, иногда в ревностен, а иногда холоден, иногда важен, иногда легкомыслен. Но среди всех этих изменений стоит неподвижен человек мудрый и наученный в духе, не заботясь, что он чувствует, и откуда не веет ветер непостоянства, но вперяя весь ум свой к достижению желаемого и положенного ему конца. И таким образом он может среди стольких разнообразных происшествий, неуклонно направляя простое око намерения его ко мне, прибыть един и тот же неподвижно. Чем око намерения чище, тем постояннее можно пройти сквозь различные бури. Но у многих темнеет самое чистое око намерения, ибо легкомысленно взирают на встречающееся им удовольствие. Редко можно найти человека совершенно свободного от сокрытой некой к себе привязанности. Так некогда иудеи шли вифанию к Марфе и Марии не Иисуса единого ради, но да и Лазаря видят. И потому должно очищать око намерения, да будет оно прямо и просто, и направлять его ко мне, минуя все среднее. Глава 34 о том, что кто любит Бога, тот услаждается им выше всего и во всем. Вот Бог мой и все. Чего мне более? Чего лучше могу я пожелать? О, слово сладостное и приятное, но сладостное для того, кто любит слово, а не мир и все, что в мире. Бог мой и все. Достаточно разумеющему и приятна часть повторять любящему часто, ибо с тобой все приятно, без тебя все отвратительно. ты ты даешь сердцу спокойствие, мир и особенную радость. Ты научаешь о всем судить здраво и хвалить тебя во всем. Без тебя ничто не может постоянно правиться и во всем, что нравится. И приятно должно быть присущей благодать твоя. Все это должно быть растворено солью твоей премудрости. Каких наслаждений не вкусит тот, кто тебя вкушает. И напротив, кто тебя не вкушает, что может быть ему приятно? Но не имеют твоей мудрости мудрые сего мира, и люди привязаны к плоти. Там щита, а здесь смерть обретается. Тех должно признавать истинно мудрыми, которые презирая мир и умерщвляя плоть, тебе последуют, ибо они оставляют щиту для истины и плоть для духа. Они-то истинно вкушают Бога, и все, что изящного находят они в тварях, относят к славе Творца. Великое есть различие услаждаться Творцом или Тварью, Вечностью или Временем, Светом Несозданным или Светом Сотворенным. О, свет непристающий, превосходящий все созданные светила, блесни с высоты небес молнию, пошли стрелы Твои, да проникнут в самую глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, освяти, оживотвори дух мой и все его силы, да прилепится он к тебе в восторгах радости. О, когда придет сей блаженный вожделенный час, когда насыщуся твоим присутствием, когда ты мне будешь все во всем, да коли этого не будет, радость моя не может быть совершенно. Увы, сей ветхий человек еще живет во мне, еще он не распят, еще не умер, еще сильно вожделеет противу духа, еще движет межусловную брань и не попускает душе царствовать в мире. Но ты владыше стуешь державной морей и укращающий возмущение волн, восстань, приди в помощь мою. Разгони народы, поднимающие брань, сотри их твоим могуществом. И величие твое, и да прославится десница твоя, ибо нет иной надежды и прибежища, как только у тебя, Господь мой и Бог мой. Глава 35 О том, что нельзя всей жизни совершенно избегнуть искушений. Сын мой, в течение этой жизни ты не можешь быть в совершенной безопасности, и оружие духовное непрестанно тебе нужно. Ты живешь среди неприятелей, окруженными слева и справа. Если ты не будешь покрыт отовсюду щитом терпения, ты скоро будешь уязвлен. Если при всем сердце твое не будет ко мне прилеплено с решимостью, все для меня сносить, то не в силах ты будешь претерпеть всей жестокости твоего подвига и не получишь венца блаженства. Тебе должно пробиваться сквозь все мужественно и сильной рукой восставать на все тебе противостоящее. твое подвига твое подвига твое подвига